Я давно хотела заниматься тем, что мне интересно и приносит пользу. В принципе, вся предыдущая моя жизнь была тоже направлена на это. В какой-то момент, в 2018 году, даже в 2017, мы с единомышленником увидели, что есть такая проблема – защита прав потребителей, которая не до конца решена с помощью тех инструментов, которые есть у государства, у муниципальной власти и так далее. Мы собрались, решили, а почему бы нам не заняться защитой прав потребителей, прежде всего, и социально уязвимых слоев населения. Ну, то есть людей, тех, которые не могут оплатить платную юридическую помощь, которые не имеют достаточных правовых знаний, которым просто иногда некогда, как, например, многодетным мамам, заниматься защитой еще и прав потребителей. И так появилось объединение потребителей «Практика» – областная, региональная и общественная организация. У жителей региона появилась возможность получить бесплатную юридическую помощь в спорах по потребительским правам от звонка на горячую линию до бесплатной защиты в суде для социально уязвимых категорий, то есть для тех, кто имеет какие-то социальные льготы. Это пенсионеры, инвалиды, студенты, многодетные, малоимущие и многое-многие еще. Поэтому сам вот этот путь, когда человек может просто позвонить, получить какую-то консультацию, а если проблема не решается, прийти к нам, ему помогут составить документ, а если нужно, включат медиаторов, это независимые посредники при регулировании споров. Если и этот путь не работает, тогда мы идем в суд и защищаем этого человека. На самом деле у нас на сегодняшний день более 70 выигранных судебных дел в защите прав потребителей, и они абсолютно разные, начиная от журнала «Мурзилка», который не пришел ребенку. И там вроде бы и спор так копеечный, но обидно, сам факт обиден, потому что ребенок ждал этого журнала, он там ходил к почтовому ящику, и заканчивая какими-то серьезными суммами, которые касаются долевого строительства, которые касаются приобретения сложной техники и так далее. В последнее время много споров, которые включают в себя такой аспект, как интернет-торговля, когда мало кто знает свои права, и нам удавалось и ни раз, и ни два защищать права, в том числе с теми продавцами, которые не работают во Владимире, а работают исключительно с маркетплейсами или там с интернет-магазинами. Один из забавных случаев, когда человек, например, получил холодильник, но, как часто с нами бывает, не стал ждать, подписал акт, а потом выяснилось, что бытовая техника повреждена, это достаточно серьезно. И вот был трудный для нас судебный процесс, потому что это всегда сбор доказательств очень непростой. Когда нам удалось доказать, что потребитель был прав, что это не он сам повредил, а ущерб был причинен во время перевозки. Особенно радует, когда удается помогать пожилым людям, потому что очень часто, когда к нам приходят пожилые люди, они говорят, вы знаете, вот так и так, меня обманули, но я не хочу говорить детям, пожалуйста, не говорите только, защитите меня, ну вот не надо говорить. Они очень стесняются, когда их обманут, они очень доверчивы. И мы все время чувствуем нужность этой работы, просто потому что от этого иногда просто становится немножко теплее, что ты помог конкретному человеку, это, может быть, могла быть моя мама, или моя тетя, или моя бабушка. У нас даже родился второй проект, который мы сейчас реализуем. Реализовывали при поддержке фонда президентских грантов, так же, как и проект защиты потребителей, сейчас собственными силами, который называется без обмана, профилактика, обман и мошенничество потребителей пожилого возраста. Потому что в какой-то момент мы поняли, что не всегда наши юристы могут помочь. Когда человека просто обманули, мы не можем заниматься разыскными мероприятиями, а что же делать. И мы занялись большой просветительской работой. И не просто такой компанией, а достаточно продуманной через Советы ветеранов, через общество инвалидов. То есть, когда эту информацию доносят сначала наши коллеги, наши партнеры, это профессиональные полицейские, профессиональные банкиры, профессиональные психологи. А потом вот этот актив в Советах ветеранов доносит эту информацию, разносит наши листовки, проводит свои разъяснительные беседы уже с активными членами своей организации, с одинокими пенсионерами, которые проживают в этих домах и так далее. Такой сетевой маркетинг бескоммерческой пользы только для правового просвещения. Нужен совет, в первую очередь, юриста, когда нарушаются права. Во-вторых, иногда это срабатывает эффект случайного попутчика, когда своей проблемой проще поделиться с теми, кого ты не расстроишь. Мы-то просто поможем, а дети-то расстроятся. А когда мы говорим о профилактике мошенничества, это был непростой путь, потому что пожилые люди не очень верят словам, призывам и всему остальному. Поэтому мы привлекали именно экспертов в своей отрасли. Это адвокаты, это, как я уже говорила, полицейские, это представители Центробанка, за что им низкий поклон. Всем нашим партнерам, которые бесплатно помогают нам это делать. Наша миссия – это защищать права потребителей и заниматься правовым просвещением, потому что уровень правовой грамотности пока у нас еще не очень высок. А те, кто по ту сторону баррикад, очень быстро развиваются сами, развивают свои технологии. Поэтому мы говорим с молодежью, она только-только становится активными потребителями. Мы говорим со старшим поколением, потому что они очень часто становятся мишенью мошенников. Мы говорим с нашим юридическим сообществом, потому что эту проблему можно решить только сообща. И об этом нужно говорить.